Для участия в третьем съезде в станицу Успенскую прибыл председатель Краснодарского регионального детско-юношеского общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани» Александр Агибалов. Перед началом семинара глава поселения Юлия Щербакова провела для гостя экскурсию по знаковым казачьим местам. Посетили детский сад и школы, где активно ведется работа с юными казачатами. С традициями и казачьим бытом познакомились в музее и станичном доме культуры. Историю Свято-Успенского храма рассказал настоятель Илья Гавий. На съезде казачьи атаманы школ выступили с отчетами о проведенной работе. В 31-й школе большое внимание уделяется волонтерской деятельности. Волонтерство – это приобретение практических знаний, умений, навыков, которые могут быть полезными как в профессии, так и в повседневной жизни. Это возможность осуществить свои мечты, раскрыть таланты и внутренний потенциал. Спешите делать обратно. Атаман 36-й школы Данил Пацицуев говорил о военно-патриотической работе. Степан Новичков из 28-й школы поделился впечатлениями о поездке в село Привольное Ставропольского края. Во время экскурсии ребята побывали у памятника атаману Всевеликого войска Донского Матвея Платова. Во время русско-турецкой войны на границе трех регионов произошла историческая битва. Под предводительством Платова и с участием на Волокинских и Успенских казаков у реки Колалы была одержана блистательная победа. Юные казачата посещают музеи соседних районов, пополняют запас знаний о героях-земляках, занимаются поисковой работой. Участвуют в антинаркотических, экологических и патриотических акциях, оказывают помощь ветеранам войны, инвалидам, одиноким пожилым людям. Узнать свою историю значит твердо стоять на родной земле, значит гордиться ее героическим прошлым, значит быть достойным ее славного будущего. То, что познается ребенком в школьном возрасте, на всю жизнь вырезается в память. Поэтому так важно в школьном возрасте воспитать чувство гражданского долга, гражданской ответственности, привить любовь к своей малой родине. В прошлом году в станице была открыта мемориальная плита казакам-станичникам, получившим георгиевские награды в годы Первой мировой войны 14-17 годов. Посвящение маленьких жителей казачата – целая церемония. Присяга атаману, клятва верности к казачьим традициям и любви к родине. Глава поселения Юлия Щербакова отметила, что в этом году в бюджет внесена новая статья расходов, направленная на развитие казачьей молодежи. Мы внесли статью «Развитие казачьей молодежи в Устинском сельском поселении», благодаря чему мы сможем провести турслет Союза казачьей молодежи, который состоится 6 июля. Также разработан проект «Казачий трудовой десант». Это трудоустройство несовершеннолетних, но только это будут ребята, именно члены Союза казачьей молодежи, которым мы планируем осуществить проект в июле-августе этого года. Александр Александрович, как вы видите, Союз казачьей молодежи у нас в поселении работает. Мы хотим вам сказать, что у нас очень много планов, очень много проектов, которые мы обязательно постараемся воплотить в жизнь. Председатель Союза казачьей молодежи Кубань Александр Агибалов рассказал о поддержке губернатора края молодежного казачьего движения, отметил плодотворную работу Успенского союза и пожелал успехов. Благодаря такой деятельности о Союзе казачьей молодежи знают на территории села Краснодарского края, даже за ее пределами. Дети действительно меняются и в лучшую сторону. Сегодня созданы все условия, чтобы именно Союз казачьей молодежи, казачество в Успенском поселении вышло на лидирующие позиции. Есть замечательный атаман казаки, казачьи в обществе, которые всегда готовы идти на помощь. И сам интерес молодежи. Сегодня, я думаю, мы могли в этом убедиться. Я доволен, как подготовились атаманы и презентации, и что это было интересно именно детям. Впереди у Успенских казачат много планов и проектов. Лето 2018 объявлено волонтерским. За время каникул будет проведено 12 акций. Продолжение следует... Продолжение следует...